Вот и настал год 2016, друзья. Среда сегодня, а стала быть культура потребления по-прежнему вот снова с вами. Поаплодируем моменту этому чуть-чуть, да! Народу много, и это хорошо. Сергей Абонов, мы там представим всех гостей. Пока один из нас присутствует вот здесь вот. Одна. Всем еще раз доброго времени суток, друзья. Кто нас будет смотреть в записи, вам отдельный привет. А я напомню, что это прямой эфир, и прямо сейчас вы уже можете направлять свои вопросы, свои мысли к нам в группу ВКонтакте bk.com slash kultpod. Ну и, собственно, перейдем к первой гости. У нас сегодня очаровательная Светлана Фомина, программный директор Love Radio, диджей на Love Radio с многолетним стажем. Свет, привет! Привет! Сразу два микрофона. Привет! Всем привет! Дим, давай свой первый вопрос, который ты хотел давно задать. Ну, во-первых, говоря о программном директоре, да, подразумевается, что какие-то будут программы на Love Radio. В данном случае мы понимаем, что все идет из Москвы, из Самарского вещания не очень много. Либо я ошибаюсь, и все это вот, как бы, то есть... Ну, конечно, все радиостанции, которые ретрансляционные, скажем так, они работают по определенному уставу, есть сетевое вещание, да, выделяется какое-то время. Ну, на Love Radio этого времени достаточно много. Программы есть, но они должны быть в формате. Ну, программный директор не только программами занимается, еще и отчетами. Вот нам и интересно, и зрителям интересно, что такое программный директор Love Radio в Самаре, чем он занимается. Нет, не только в Самаре, на самом деле, это отчеты, есть разные там, да, инстанции, такие как РАО, БАИС, не буду расшифровывать, там, все идет, да, все должно записывать, все должно подаваться. Это все тоже на тебе, в общем, да? Ну, как на мне, ну, частично, скажем так. Ну, а скажи, в 16-м году стало больше этого времени вещания, либо все так же осталось? Ну, январь месяц такой, он с многим количеством праздников, поэтому нельзя так судить, что больше или меньше. Январь всегда раскачиваешься, будет в феврале много всего, в марте, в апреле будет, а вот с мая будет уже опять спокойнее. Народ вот так активность проявляет, и какую-то такую бешеную агрессию такую весеннюю, и начинаются какие-то бешеные звонки, да, требования, там, люди хотят участвовать в чем-то, ну, вот. Слушай, ну, люди, помнишь, раньше участвовали какие-то были вечеринки, да, в Love Radio, там, в клубах проходили какие-то акции. Сейчас вот в связи с этим, что как-то поникло это, там, в связи с какими-то событиями, либо наоборот. Может, не актуально стало? Или не актуально стало? Нет, знаете, как актуальность, у нас есть такой огромный проект «Мечтаю познакомиться» на Love Radio. Кстати, если кто-то есть, да, свободные сердца, пожалуйста, участвуйте. Четверг, воскресенье, по часу сидим, общаемся, привлекаем тех, кто хочет познакомиться. Актуальность большая, это и женщины, и мужчины, и студенты, и бабушки, да, кто угодно. Радиус Ваха такая, да, получается? Это верно, это у нас есть ведущий специальный, не Роза Сибитова, у нас Автандем Монабу, на самом деле, все гораздо серьезнее. Он сводит пары, и потом, как под итог, да, месяц у нас проходят вечеринки в разных местах, то есть туда тоже могут люди прийти, поучаствовать в конкурсах и так далее. Вот актуальность сейчас, наверное, больше вот это, знакомство, как-то люди из тусовки такой какой-то клубной перемещаются, какие-то более интеллектуальные вещи, либо они знакомятся, либо они хотят как-то подпитать еще и мозг, не просто там стоять, тет-стет, да, а что-то интересное им нужно. Слушай, когда подпитка мозгом идет, ты говоришь, по четвергам и по субботам, да? Подпитка, ну, здесь не только мозг, некоторые мозги перетекают как бы в другие части тела, да, и это нормально. Которые ты прикрываешь? Да. Мы все люди, все человеки, поэтому это свойственно, особенно весной. Хочется. Была у нас игрушка «Любовь с первого взгляда», хорошо прошла, то есть люди помнят эту игру из 90-х. Константин Крюк вел ее. Да, ну, как бы ведущий тут тоже немало важен. А скажи, ты говоришь, в марте, в апреле что-то будет, а вот что будет, да, это... Не могу пока все карты раскрывать. Будет любовь, будет активность... Антерграунд и музыка, да, твои любимые? Будут вечеринки, в том числе интеллектуальные, да. Я, например, ну, про себя могу сказать, что я люблю посещать. Это можно? Это не является рекламой? Я подсела на мозгобойню, да, питерский, вот эта питерская франшиза... В Ван Гоге проходит мозгобойня, да? В Ван Гоге проходит. Я думаю, да ладно, ерунда какая-то. Да, вот это интересно людям, мне, во всяком случае, точно, и тем, кто приходит, народу все больше. Вот будет и туда ветер дуть, точно. Ну, у нас и 23 февраля, а у нас 14 февраля, между прочим, профессиональный праздник. У нас бегло в шоу в Москве, мы будем людей отправлять. Короче, у вас такой хлебный месяц, да, февраль, получается? Не просто хлебный, он такой, да, немножечко будоражащий. Но будем отправлять народ, мы каждый год отправляем, там просто хедлайнеров больше 20 звезд, и отечественная эстрада, и зарубежные исполнители. Будет весело вообще. Я, кстати, друзья, хочу вам напомнить, что вы можете задавать вопросы не только через сеть интернет, а также все, кто находится здесь, по ту сторону камеры, не стесняйтесь абсолютно. У нас сегодня программный директор Love Radio в Самаре, Светлана Фомина, так что вопросы можно. Это мы коснемся, конечно. Давайте коснемся сейчас. Вот эту программу, да, вот эту программу, да, которую ты говоришь сейчас о знакомстве, кто ее ведет? Ты сама лично, или у тебя другие программы? Какие, если это другие? У нас другие программы, у нас вообще какая тематика. На Love Radio у нас нет программы по заявкам. Мы не передаем особо приветов, мы на этом не делаем акценты, никогда не делали. Все, я пошел тогда. Возвращайся, Сережа. Я уже здесь. У нас есть какая-то актуальная тема, да, диджей ее ищет в интернете, он смотрит какие-то интересные вопросы, какие-то события, может быть, какие-то нелепые новости, и задает, формирует свой вопрос какой-то, да, ну, например, по теме. День студента, да, там, ну, элементарно, какой самый сложный предмет тебе там было сдать в универе, когда ты учился, или сколько ты там часов спал, какое самое там твое блюдо в студенчестве было популярное, там, кто пил, там интересные истории люди рассказывают. То есть у вас диджей еще, получается, и редактор эфира? Ну, конечно, все согласовывается, но да, все темы согласовываются, я этого не скрою, но они должны быть интересными, они должны быть актуальными, свежими, то есть это должны быть новости, а не старости какие-то, да. Что мы еще делаем акцент? Это так, как у нас аудитория женская в основной своей массе, делаем для женщин много всего, то есть привлекаем там разных тренеров, там, нумеролог у нас выступает по субботам, то есть мы там раскладываем судьбу, рассказываем, что там людей ждет дальше. Это всегда интересно, люди всегда на это как бы шли, этим интересовались. А музыка? Музыка. Музыка не получается. Какая музыка? Эфир полностью московский, и это нормально, я считаю. Но есть определенный, думаешь, слушаешь радио, да не только лав-радио, любую волну включи, докажешь, что вот эти 10 треков, они крутятся на репети. Это неправда, потому что есть, могу сказать, такой вот секрет, что песню в час можно поставить, когда она не была до этого часа, и после этого часа ее не будет. Только так. Может быть, исполнители, которые делают сейчас много однотипного чего-то, и кажется уже, что у тебя заедает что-то. Это неправда. То есть песня звучит раз в три часа. Либо, если это премьерная песня, не чаще, чем раз в два часа. Потому что сейчас много таких коллективов, которые, например, Егор Крид, всем небезызвестный, он так быстро выстрелил, и всем уже порядком поднаедает. Но зато он делает много новой музыки, и это нравится людям. Как говорил Богдан Цитамир, пипл хавает. Пипл хавает. Слушай, не секрет, что на Love Radio много людей, которые приезжают на гастроли, заезжают туда на эфир. Какие самые запоминающиеся какие-то звездные личности именно ты запомнила? Много. Но я очень люблю сидеть, когда к нам приезжает Влад Лисовец. Он не столько приезжает там петь, он не певец, но только он отличный парень. Это пока. Не пока, он уже как бы старенький. А Серега Зверев, видишь, запел? Серега Зверев, ну как бы запел не очень успешно, это не наш формат. Нравится Влад Лисовец, мне нравится сидеть с Сашей, как же его зовут, именик Джокер. Очень крутой чувак, вообще абсолютно простой. Вот когда он там приезжал, там в 905 году он был такой, сейчас он похудел. И все равно классный, простой, без каких-то там понтов, абсолютно. 905. Ну практически, это конечно фигуральное выражение. Не у всех, видимо, с чувством юмора хорошо. Надо на мозгобойню сходить. Вот. Подправить. Кстати, что касается вопросов из зала, а также... Вопросов из чата. Из чата, да. Можно спокойно их отправлять в vk.com slash kultpod. Love Radio. Я люблю декабрь и март. А когда день рождения Love Radio? День рождения Love Radio 14 февраля мы можем считать... А день радио когда? В мае. 7 мая. Подготовилась, ты видишь? Мозгобойня не прошла зря, да. Вообще-то я очень много работаю на радио, и сколько уж этих дней прошло, Сережа. Ну можно запомнить на 10-м году-то вещание, когда поздравляться. Еще вопросы? Все? Тима, почему у тебя подушка здесь лежит? Вопрос из чата. В Хукет объявили самым популярным курортом у россиян. А у Светланы какой самый популярный курорт? Самый популярный курорт, куда я ездила, я не очень много где была, но мне понравилось. В Таиланде, только не на Пхукете, там очень дорого. Дорого, это дорого. В Паттайе мне нравится очень. Так, в Паттайе приезжаешь, как будто дома оказываешься. Ну все, кто был, знают, да, что заходишь, и прямо я дома. Как в Самаре, только теплее чуть-чуть. А самый курорт такой, который мне очень понравился, курорт моей мечты, мне понравился Доминикане. Класс. С Домиником в Доминикане? Нет, не с Домиником. Без Доминика. Без Доминика. Ну смотри, получается так, то что, в принципе, вот за какие-то 5-7 минут ты такую презентацию сделала на ЛАП-радио четко. С чего я много что рассказать? И расскажи. И расскажи, да. Потому что мы тоже готовились, и ты предвосхитировала наши вопросы. Хотела спросить по поводу интерактива, ты сказала, да. Есть программа, есть там знакомства. Знаете, интерактив тоже такая вещь, да, аудитория достаточно большая. Там, да, мы на третьем месте по женской аудитории, вот по последним исследованиям. А кто на первом? Я не буду говорить этого. Русское радио? Ну, практически, да. Практически, да, почти. Русское радио там тоже есть. У нас, не могу я никак понять вот этого, отследить эту стезю когда-то. Вы вроде думаете, тема интересная, актуальная. И прайм-тайм там, да, люди там в пробках стоят или на обеде где-то. Нет активности иногда. А иногда, ну, такой шквал, что не успеваешь отвечать на звонки. Ты дома, а они названивают, да? Может сказать и так. И даже уже программа закончилась, а все, поступают какие-то вопросы. Слушай, ну, если ты вот работаешь в прямом эфире, бывает такое, что приходится сталкиваться, да, с непониманием, может быть, с хамством даже где-то или еще? Либо это... У нас же есть эти родильные приколы, кто работал в прямом эфире, без этого невозможно. Если идет прямой эфир, обязательно что-то там. Кто-то пришел с похмелья, например, он что-то вот это вот все вяжет во рту, там, говоришь какую-то ерунду несвязанную. Бывает и такое. Но у меня конкретно, расскажу случай тогда, да, можно, я думаю. Конечно. Приезжает к нам вокалист Ромео Алексей такой был. Сейчас он куда-то канул в лесу. Вдруг. Алешенька, да, сынок. В общем-то, он раньше злоупотреблял каким-то таким вокалом мужским таким протяжным и надрывным. У него был вокалист, да. Нет, он диджей, но просто ему пропевал все. Противал там один человек. Один человек, это все, да, злоупотреблял вокалом. Он к нам приезжает. Да вот его Алексей, если я ошибаюсь, давно это все было. И он опаздывает на эфир, то есть они из аэропорта прямо к нам сразу. Я на эфире, я говорю, я начинаю подогревать. Там вот сейчас нам приедет такой человек, такой человек всем людям человек. И он забегает, и у меня, я уже в эфире. Я говорю, садитесь, Алексей, здравствуйте. И так, и так, и опять презентация моя продолжается. Я говорю, ну, в общем, не буду вас мучить. У нас сегодня гость с большой буквы Г. И вот народ с ним, кто там стоял, они все падают, просто нить. Вот он начинает дикий ржач. Программный директор тогда, мой Юр Медведев, он просто, он был такой красный. Он ржал, он потом, они меня все троллили, как бы. А ты Г подразумевала, наверное, что-то? Ты же не просто оговорилась. Просто большую букву. Я сказала, большая буква, человек с большой буквы Ч, ну, гость с большой буквы Г. Соответственно, мозг у меня сработал так. Алексею не понравилось, конечно, это. Но он человек адекватный, он как бы посмеялся. Сказал, у нас ведущий С на большую букву С, Светлана. А вообще новые ведущие появились на Лаврадио, либо той же старой команды работали? У нас сменилось много народа. Но сейчас костяк основной, ребят все хорошие. Ну, я понятна. Мамонт, мамонт вещание. У нас появился наш слушатель, который раньше проявлял очень большую активность. И мы так, ой, уже знали, что это Паша, что это Паша Домовенок. У них же там у всех свои так никнеймы. Он всегда звонил. Нормальный парень, кстати. Он пришел ко мне и говорит, я хочу так на радио работать. Я говорю, Паша, ну, а что ты можешь? Он говорит, я могу все. Я говорю, ты мне уже нравишься. И с этого началось его мытарство. Он писал демки, он заикался. Но в итоге он у нас работает, и он делает успехи. Он вообще молодец. Фу-фу-фу. Где здесь деревяшка? Вот ответственно вопрос, который, возможно, интересен кому-то из зрителей. Как стать диджеем на радио? Ну, это не совсем диджей, ты же понимаешь. Диджей — это ты диджей. Хотя бы частично название треков, да, потому что, ну, если это не русское радио, это формат такой, требующий к себе внимания, нужно быть эрудированным, ну, и никогда не тушеваться, не теряться, стараться всегда быть открытым. Понял? И никогда не реагировать на троллинг. Вспоминается, да. Потому что его очень много в нашей профессии. Вспоминается анекдот, да. Языком владеете, жена не жалуется. Бывшая? Бывшая жалуется. Почему? Потому что усы. Друзья, напоминаю, что у нас есть чат, есть зал, вопросы можно задавать, и не так уж много времени до окончания этого блока эфира, потому что будем дальше. Сайт Рус сообщает, что ВКонтакте меняет дизайн. Что делать? Еще раз не поняла. Сайт ВКонтакте меняет дизайн. Что делать? Что делать? Ну, пожалуйста. Все новое. Мы всегда открыты к новому дизайну и к всему прочему. Смириться? Смириться, конечно. Все новое — это хорошо. Я не являюсь ретроградом, поэтому... За все новое. За все новое, конечно. Ну что ж, на этой позитивной ноте, я думаю, будем завершать первый блок сегодняшнего эфира. В гостях у нас была Светлана Фомина, Лав Радио. Ваши аплодисменты. Всем любви взаимной, всем тепла этой зимой. Но встретить настоящее чувство, слушайте Лав Радио, и пусть у вас все будет хорошо. Ну и, конечно, смотрите «Культуру потребления». Никуда не переключайтесь. Прямо сейчас, буквально через одну-две минуты, вновь окажемся здесь уже с новыми лицами, с новыми гостями. Кто смотрел анонсы в нашем паблике wk.com. Флэшкультпот, тот знает, кто это будет. А кто не знает, ждите две-три минуты, и врубимся вновь. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok